Всем доброе утро! Я наконец-то дождалась прохлады. Вчера часов 10, наверное, как начался дождь. Какой был дождь! Лил как из ядра! Я не знаю, сколько времени. Я около 12 легла, а он все лил, лил. Я даже закрыла окна, потому что такой ветер поднялся. И ветер в мои окна, и сейчас он в мои окна. И просто вообще, вы не представляете, как наконец-то стало прохладно. Я прям счастлива. Сейчас седьмой час, люди все идут уже по своим делам, машины едут. Куда-то кто-то идет. Все свежо. Где-то уже начало подсыхать. Но в основном еще все мокрое. Я представляю, как там пропиталась земля, потому что на самом деле дождь стоял стеной. Это вот за все лето первый раз такой дождь был. Ну, сердце мое радуется. Может быть, не все рады этому, потому что, возможно, еще не весь урожай убран. Хотя уже первое сентября, кстати, школьников всех и родителей с началом учебного года. Кто-то первоклассник пошел, пойдет, пошел в школу. Не знаю, для кого-то может быть это радость, для кого-то это проблема. Не буду грубее говорить. Ну, не важно. День знаний есть день знаний. И, конечно, с первым днем осени. Ой, какой казус у меня произошел вчера с холодильником. Ой, это ж вот сказано, что человек, который не понимает и которому помочь некому. Я, в общем, вчера, как они мне сказали, через два часа включить его. Но я включила не через два, где-то вот в два часа они мне его привезли. Я включила где-то в седьмом часу. Ну, до этого там помыла, пока оно сохло. Потом вечером прохожу мимо этой стенки, а она прям как кипяток, вы не представляете. Ой, я как испугалась и отключила теле... ну, эту... из розетки. Вот, пишу Юле. Думала, может, взять дома. Говорю, так и так. У вас, у них же тоже такой бош. Ну, немножко, как бы, модель другая. Она говорит, нет, у нас стенки не горячие. Говорит, позвони в магазин и спроси в магазине. Я звоню в магазин. Какие все-таки молодцы. Как они мне вот просто до души сказали, нет, ничего страшного. Это все нормально. Потому что, как бы, если вы, говорит, знаете, в старых холодильниках там обрешетка сзади, и фреон идет там, а здесь убрали в стенки, ну и так далее, и так далее. Говорит, он, когда нагонит нужный холод, не будут такие стенки горячие. Хорошо, ну и, как бы, сказали, я уже ж вечером звонила, они работают до семи, типа, звоните с утра, если что-то будет, не волнуйтесь, все нормально. Она мне еще сказала, ну, девушка мне там консультировала, говорит, вы какую выставили температуру? Я говорю, я никакую не выставляла. Там, говорю, на, ну, здесь же вот есть табло такое, да? Тут, если нажать, то вот сейчас там видно, что у меня выставлено, да? А до этого у меня, оказывается, вот здесь это блок, то есть от каких-то ненужных касаний там, мало ли, может, ребенок там, я не знаю, конечно, на такую высоту, как он может залезть. Вот, в общем, блокируется. И получается, что был заблокирован дисплей этот, стояло супер, это значит, быстрая заморозка и быстрое нагнетание холода. Получается, холодильник работал на полную мощность, поэтому у него там все это разогрелось. Ой, мама дорогая, я, давай искать в инструкции, как отключить это все, как настроить. А у меня шок, представляете, здесь супер-супер написано, ничто нигде не включается, у меня уже паника, я думаю, сломался, программа полетела, там то, сё. О, думаю, ну, до завтра, ну, имеется в виду до сегодняшнего утра, я с ума сойду, если, прикиньте, такая сумма за него, ну, как говорится, выплачивать еще за него, я еще не платила ни копейки. Кстати, мне в комментариях написали, неужели вам сложно было озвучить сумму, я, конечно, не понимаю, для чего озвучивать эту сумму. Я просто показала, что я действительно купила в рассрочку, что я не придумываю, что у меня, конечно же, нет в наличии такой суммы. Вот, и я его взяла за 56 тысяч. Вот, значит, рассрочка, переплата всего 700 рублей. В общем, банку оплачивает, то есть, магазин оплачивает проценты банковские, то, что, как бы, по идее должен взять банк за то, что он предоставляет возможность рассрочки. Оплачивает магазин, то есть, сумма, которая была написана на чеке, она у меня увеличилась только на 700 рублей. Я, конечно, не знаю, за что эти 700 рублей, но, тем не менее, я хочу сказать, что в разных регионах цены разные. Даже у нас в магазинах, у нас их несколько, 4 или 5 магазинов, которые торгуют бытовой техникой, и цены везде разные. Одна подписчица мне написала, вы ни в чем себе не отказываете, а вы попробуйте ни в чем себе не отказывать и покупать. Я посмотрю, получится у вас или нет. Конечно, говорить легко, но я каждый месяц сижу, расписывая свой бюджет, когда я понимаю, сколько у меня будет зарплата с YouTube, я знаю, сколько у меня пенсии, я знаю, какой у меня еще есть доход. Вот, да, и я сижу и все это расписываю, что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить, что я могу из продуктов, что еще из чего-то. Если бы вы, может быть, так планировали свой бюджет, вы бы тоже могли позволить себе купить то, что позволяю я и Тарас. Во-вторых, мне 59 лет, я еще ни одного дня не была ни в отпуске, вообще ни одного дня не отдыхала. То вам не дает. Ярлыки вешать, конечно, проще простого, а сделать, мне вот удивительно всегда, когда люди так говорят. Вот, и, в общем, вчера немножко вот так понервничала вечером, но сегодня спала отлично, потому что в квартире просто супер. Вот, просто супер. Конечно, нам сегодня обещают до 30 градусов, но уже с завтрашнего дня будет прохладнее, и это меня очень и очень радует. По поводу ковриков, да, у меня есть коврики вот такие вот. Вот я показывала, что я такие же коврики положила в кухню, да, в ящики, чтобы не так мазалось. И да, вот там, где буду ставить кастрюлю и так далее, эти коврики я тоже положу. Я сюда вчера уже морковочку, чесночок положила, помидорчики, пусть пока полежат. Я не буду его загружать, пока не приедут дети, ну, потому что потом придется это все вытягивать. Хотя и вытянутая проблема нет. Помыла его вчера, все хорошо, ну, до конца еще не разобралась, там что-то где-то надо открывать. Это уже зять приедет, пусть он посмотрит, потом мне все расскажет. Холодильник будет стоять пока здесь, пока не приедут мои детки. Детки приедут, у меня тут, вот видите, сахар. Это вот, помните, тот сахар, который я заказывала на Озоне еще 7 месяцев назад. Даже, может быть, больше, я еще на ту квартиру заказывала два пакетика. Я до сих пор их, ну, как второй пакет только начала. Я сахара добавляю всего лишь ложечку, в чай там или в кофе, но без сахара не могу вообще. Эта лоточка еще не убрала от вчерашнего. Тут кофе попила. Вот, так вот, по поводу этого холодильника моего, естественно, я выбрасывать его никуда не буду. Ой, мне, как бы, тоже, опять же, написали в комментариях. Смотрите, у меня здесь получается вот полностью ящик. Вот видите резинки, как вышли из строя. Вот этот ящик, он склеен скотчем, потому что все здесь поотлетало. Этот вообще рассыпался так, что вот эта вот стенка, она сбору не подлежит. Да время уже вышло для него. Здесь у меня подложены тряпочки, потому что течет. Смотрите, что тут творится. Вот это лед. Вот только помыла. Ну, это, конечно, я виновата. Посмотрите-ка, какой налить. Вот только буквально я помыла. Ну, мне, как сказали, что это все от того, что здесь вот резинки, смотрите, они вообще все, ну, как бы уже все, они не подлежат ремонту. Конечно, я не буду выбрасывать, и сколько он там еще прослужит, как прослужит. Пусть служит, как вот там подписчица написала. Даже поставить там банку с квашеной капустой, ту же водичку, чтобы холодная там стояла. Что-то замороженных овощей. Я просто единственная, как бы дети приедут, я с ними посоветуюсь, как мне их установить здесь и один, и другой на кухне. Потому что в другом месте пока устанавливать некуда. И я вчера вечером лежала и думала о том, куда же мне его определить. На балкон пока выносить смысла нет, потому что балкон не сделан. Сейчас только вынестят, дети приедут, а там холода начнутся. Естественно, холодильнику стоять в холод на балконе смысла нет. И кто мне потом будет его заносить? Надо продумывать так, чтобы было с перспективой, как говорится, на все времена года. Я начала второй носочек. Смотрите, как интересно распределяется цветовая гамма. Такие точечки здесь идут. Я, видимо, не с того места начала. Хотя здесь тоже так же. Да, так же, но немножко не так же. Вот эти точечки. Хотя я планировала, ну, как старалась набирать, чтобы здесь было желтенькое, здесь желтенькое. Начинала с одного и того же места. Вот это я вчера за вечер провязала, пока отвечала на комментарии. Смотрела там кое-кого. Ну, вот, сегодня еще пока не провязала ни грамма. Сейчас хочу включить, посмотреть деревенские будни домохозяйки. Последний день августа. Ну, вот у меня вот все то, что, значит, какая большая разница, радости нет предела. Вот вчера я не смотрела это. Моя жизнь и в увлечение. В общем, этих девочек мне нужно сегодня посмотреть. Надо пыль вытереть. Пыль без конца. Так, каждый раз вытираешь, и оно, она... Так, еще Маргариту не смотрела вчера, она выставила. Вот начала Емельяшину смотреть, не досмотрела. Ну, в общем, есть что посмотреть. Буду смотреть и вязать. Я продолжаю разбирать свои кулечки с остатками. Вот видите, какие остаточки это у меня от моей чайки. Это даже не знаю, от чего остатки. В общем, здесь вот обложилась вся кульками. Вот это вот остатки от моей шапки. Вот это нужно все смотать. Тут запутанное. Много. Вот это тоже остатки. Все надо поперемотать. Это тоже, видите, надо все в один моточек смотать. Это вот тоже какой-то остаточек. Ой, и смех, и грех. Это ж вот тоже остаток от чего-то остался пряжи. Надо все это смотать. Здесь надо вот это тоже перемотать в моточки. Ну, такие, которые на моталке. Вот еще, видите, тут еще можно скомбинировать и еще что-то связать. Видите, получается где-то грамм 70 здесь есть. Ну, тут-то не полный моток. И здесь мотки не полные. Ну, не знаю, сколько это будет. Вот. Так что... А еще я тут обнаружила, сейчас вам покажу, какой красивый образец. Смотрите, какой замечательный образец. Просто вообще. Смотрите, узор. Это ж я, небось, готовила к мастер-классу. Но я знаю точно, что у меня такого мастер-класса нету на канале. А может и есть. Я что-то уже не помню. Уже столько мастер-классов на канале, что я уже и не помню, есть такое или нет. Но то, что я к мастер-классу готовила, это однозначно. Это детская новинка. И так хорошо смотрится из нее. Просто прелесть. Прелестная. Прелесть прелестная. Там брюки мои на ящике. Потому что мнутся, как не знаю, что из вискозы они. Вот. Тут еще обнаружила остатки от пледа. Это я вязала такой плед. Это у меня остаточки пооставались, лишние, видимо. Провязала. Это еще до ведения канала я вязала вот такой плед. Бабушкиным квадратом из калказской пряжи. Вот. И потом я вот вяжу практически такие же квадратики. Но меньшего размера у меня есть еще один плед. Бабушкиным квадратом, который я буду продолжать вязать в этом году. Ну, а это вот нужно к ним довязать и что-то придумать. Может, дорожечку какую-то. Может быть, ну, что-то куда-то придумать можно. Вот эти квадратики. Так что раскопки тут делаю. Здесь у меня... Это что тоже подготавливала. Хотела мастер-класс сделать. Это вяжется филейной сеткой. А потом между филейной сеткой можно разными цветами протягивать тамбурным швом. Ну, тоже крючком провязывать. И получается очень красивые вещи. Ну, вот это вот связала. Потом, наверное, что-то меня отвлекло. И все, я на этом успокоилась. Но распускать не буду. Может быть, закончу. Я сейчас увидела. Мне прям захотелось дальше это все продолжить. А вообще, как бы филейной сеткой очень просто все это делать. Здесь у меня три моточка. Тоже бы надо перемотать на моталке все это дело. С таких моточков, которые перемотаны на моталке, удобнее вязать, конечно. Вот это вот я сижу тут. Тут вот тоже остаточек. Ну, ностальгирую. Это с такой пряжей я вязала своей племяннице платье Кококай Лиминол. Вот. Остался моточек один. Такой вот он початый, как говорят, но не до конца. Здесь вот тоже у меня всякие остатки. Я просто высыпалась с пакета, но еще не перебирала. И вон, кстати, там моталка у меня. И здесь остатки вот просто с мешка вот так вот в эти контейнеры просто посложила. А потом вот я выбираю пакетики и перебираю. Ну, в большинстве пакетов это здесь у меня остатки. Но у меня сейчас прям, знаете, вот такое желание употребить остатки. Если вы обратили внимание, я не начинаю новые работы. Да? Я хочу разобраться с остатками. Тем более, что сейчас очень много чего можно из этих остатков связать. Например, носочки разные. Я не знаю, насколько меня хватит, но меня прям захватил этот носочный бум. Я уже больше, ну, не больше, уже пятку, короче, вяжу на втором носочке. Вот этот, который у меня, вы сказали, радужный. Который такой красивый цвет. Вот. Так что, помаленечку, потихонечку разбираю. Тут вот, видите, я искала, мне пряжи не хватало, да? А это вот пряжа, ну, мне хватило пряжи на мою ананасовую. А это вот тоже флокс такого же цвета, как моя ананасовая. И я вот сейчас посмотрела и думаю, боже мой, можно же, вот, замечательно. Это что же, наверное, мастер-класс на канале я делала или хотела что-то связать вот такими мотивами. Ну, можно вот тоже дальше продолжить вязать, но уже, допустим, что-то еще сюда скомпоновать, потому что такого желтого цвета у меня уже больше нету. Вот. И будет замечательная дорожка. А какая замечательная скатерь, связанная мотивами, может получиться. Смотрите, какая серединка красивая, да? Ничего не выбрасываю, все складываю в долгую скрыню, как говорится. А потом вот так вот вытягиваешь, и, в общем-то, глаз радуется. Это вот тоже такой же мотив, только из кавказской пряжи. Что тут еще у меня есть? Вот такие еще мотивчики. Ну, это какой-то образец я вязала. Это пробовала, скорее всего. Надо тоже распустить и куда-нибудь употребить, чтобы... Я не выбрасываю вообще никакие ниточки. У меня все пока складывается. И я думаю, что со временем, даст Бог мне времени, хватит все это, как говорится, оприходовать. Вот, ну, не знаю. Сегодня у меня такие планы. На завтра у меня могут планы быть другие. Вот еще обнаружила два моточка. Вот такой пряжи. Она как черная пряжа, которая продается вот такими моточками. Этой пряжи уже сто лет в обед. Тоже еще до ведения канала покупала вот такую пряжу. По 20 рублей она продавалась. Я ее на Алтае брала, когда ездила. А сейчас она, наверное, рублей по 50 стоит, если не больше. Я не знаю. Вот так вот сижу тут, разбираю, ностальгирую, смотрю фильм. Называется «Как выйти замуж за миллионера». Сериал смешной такой, интересный. Да, вот это с этой пряжей я вязала подушечки. Мастер-класс на моем канале есть спицами. Там красивый цветок. Вот. И с такой вот толстой пряжей я вязала не подушечки, а наволочку на подушку. А это тоже вот вязала, собиралась связать толстую шапку. Мне не идут обтягивающие шапочки. Хотела белую вот такую вот толстую связать. Но что-то у меня не пошло. Спицы, как видите, сняла. Теперь нужно распустить. И здесь у меня пух. Вот это вот желтенькое, знаете, вот белое, да? А там встречается вот такое желтенькое. Это пух. И посмотрите, вот полежала какое-то время, как уже распушилась пряжа. Не знаю, распущу я, не распущу ее. Но буду пытаться, потому что я уже не буду продолжать ее вязать. Что-то... Она большая, наверное, на меня получилась. Да, она большая слишком. Вот, надо распустить. Это вот такая пряжа бирюсинка. Это здесь хлопок и вискоза. Сколько у нас тут? 93 хлопка и 7 вискоза. Но это пряжа в 100 граммах 200 метров. А сейчас, по-моему, бирюсинка, или как-то я не помню, как название, похожая пряжа, но по 50 метров. Я вязала дочери вот такую кофточку. Красивую, замечательную. Из такой пряжи. Вот. Моточек остался. А вот эту пряжу в пасме и вот там моточки это мне прислала моя замечательная зрительница. И, как она сказала, это пряжа лидия, похоже. И она мне такую еще и белую прислала. Смотрите, какая-то сикарашка поползла, маленькая, из пряжи выскочила. На балконе стоял. Я здесь пыталась еще связать какой-то образец. Так, это изнанка. А это вот лицевая. Здесь смотрю косы. И здесь вот так вот маленькая косичка. В общем, пробовала. Поскольку это здесь ниточек. Четыре нитки. Но в четыре маловато. Надо потолще вязать. Вот из этой пряжи я Максику вязала плед на выписку. До сих пор он у них используется. Максику уже сейчас три с половиной года. И до сих пор плед у них пользуется спросом. Постоянно его Юля там застилает в кроватку. И Максика прикрывает. И Максик его и на пол стелет и говорит. Просто стирает машинки. Я даже не скажу сейчас название. Не помню. 103 метра по-моему 100 граммов. Что-то. Не помню название этой пряжи. Но на моем канале есть мастер-класс плед снежок. Вот. И вот это вот остались у меня тоже остаточки. Надо их тоже собрать. И они куда-нибудь пригодятся. Толстенькая пряжа. Что-то куда-то я их ее вернее смогу, думаю, применить. О промежутках между тем, что я там разбираю. Начистила кухню. Почистила все. Плиту. Все. И здесь у меня варится бульончик. Представляете, по кастрюле еще было и прокисло. Потому что я говорю же, что не держит холод в холодильнике. А кушать-то хочется. Вот там у меня спинка от курочки. и свининка. Сейчас просто без зажарки супчик какой-то сварю и все. Называется я его слепила из того, что было. В общем, оставалось чуть-чуть капусточки у меня. Видите, я даже с качанчиком порезала немножко. морковочка, лучок, два помидорчика у меня маленьких оставалось. Ну, картошка само собой. Ну, и а-ля бурщ получился без зажарки. Но я уверена, он будет очень вкусный. Чесночка для вкуса добавила, сахар, соль. Сахар тоже для вкуса совсем чуть-чуть. В общем, я представляю, какая вкуснятина будет и получилось. Смотрите, сколько. Итак, дорогие друзья, вкусный обед у меня готов. Всем приятного аппетита, кто сейчас будет кушать. Я сейчас отрежу хлебушка и буду обедать. до сих пор вкуса до сих пор до сих пор на перегусте. До сих пор Субтитры сделал DimaTorzok